Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы с вами соберем наш сибирский стульчик. Пока я буду собирать, в том числе с первой стороны, вы увидите отзывы, которые будут оставлены на этой изделии. Начнем с того, что у нас присутствует в наборе данного стула. Это две ножки, левая и правая. Пять царг и две сибирки. Одна из них является подножкой, которая поменьше. Давайте приступим. Для начала возьмем любую ногу, которая вам больше всего нравится, и самую широкую царгу. Вставляю это удобным образом. Берете из набора гайка бочонок, она стандается по оси. И полком с обратной стороны слегка необходимо наживить. Закручиваю до конца, не нужно. Следом берем вторую ножку и собираем подобным образом, как первую. Если у вас гайка бочонок ушла с оси, поправить необходимо плоткой теткой. Также берете царгу поменьше и прикручиваете абсолютно таким же способом. Все отверстия смотрят вниз. Ну да, так и стул у нас не затянутый. Если вы затянете, дальше собирать будет сложно вообще. В принципе, это возможно. Средняя царга у нас является зажимной. То есть, когда вы ее поставили в сидушке, именно на этой царге у нас стул сжимается для того, чтобы у нас не вылетели сиденья и подножки. Аккуратно устанавливаете. Отверстие для галек также вниз. Собирается все очень легко, без каких-то лишних усилий и проблем. Теперь необходимо поставить две скинки отверстиями задней части. Устанавливаете их сразу в обе. В наборе идут два дополнительных болта и две дополнительные гайки. В этом случае, если вы сорвете письмо. В данном этапе вам необходимо установить сиденье. Соответственно, по высоте, на одну высоту, которая вам требуется. Мы поставим на второй линии. То же самое продеваем с ножкой. Смотрите, на данном этапе у нас стул собран практически. Но он входит под дымом. Необходимо начинать его затягивать с нижних царков. Сильно тянуть нет необходимости. Потому что резьбовое болтовое соединение держит очень надежно. Как только болт у вас затянут, необходимо повернуть примерно 180 градусов и этого будет достаточно. Далее, средняя царка зажимная. Одну сторону закручиваете полностью. Вторая сторона закручивается не до упора. Нам это не нужно. Нам необходимо, чтобы она держала у нас сиденье, а также под ножку. Что может произойти, если вы будете закручивать до упора? Там есть необходимое пространство для этой царки. Вы можете его полностью убрать с помощью этого винта. Панера, как и то ни было, может в этом месте треснуть. Поэтому закручиваем до конца нет необходимости. Закручиваем ровно столько, чтобы цветушка не выходила отсюда. Если она у вас выходит, можете еще подкрутить. И теперь осталось затянуть спину. Стул собран. До спины прийти. Существую первую улицу. Глот fij.